здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня несмотря на все те проблемы которые нас с вами окружают мы с вами по-прежнему как сейчас модно говорить остаемся дома но тем не менее жизнь продолжается и мы приближаемся к самому главному наверно празднику нашей жизни жизни к дню победы 9 мая и конечно же по поводу этой даты много всевозможных проходило событий мероприятий связанных с этим событием с днем победы и несмотря на то что к сожалению вмешался в нашу жизнь коронавирус тем не менее никто этот праздник отменять не будет до парад перенесли но тем не менее в нашем сердце в нашей душе этот праздник 9 мая мы будем отмечать аппарат будет потом и мы еще раз отметим день победы но перед тем как 9 мая наступит естественно проходила масса всевозможных акций которые приурочены к 7 75 годовщине со дня великой победы и вот одна из этих акций акция творческая которая называется детский творческий конкурс голоса войны и сегодня у нас присутствуют люди которые принимали в нем непосредственно участие вот какой мы сейчас с вами узнаем я хочу представить вам преподавателя русского языка литературы гимназии 56 ирина валерьевна хусточкина и анастасию андреевну ирмакову я так понимаю вы являетесь ученицы да это последний у вас последний один но уже чувствуется в глазах уже такой что последний класс гимназии 56 и я так понимаю логика в том что конкурс называется голоса войны поэтому без преподавателя русского языка литературы тут точно дело не обойдется расскажите мне пожалуйста давайте начнем с анастасии почему вы решили принимать участие в этом конкурсе как как вы нашли его или пришло какое-то предложение как это было мне очень часто предлагают участие в конкурсах непосредственно мои учителя педагоги и я чаще всего не отказываюсь потому что да мне нравится скажите пожалуйста а вот вас название как-то заинтересовало вам показалось интересно тематик тематика что там какая задача ставила перед вами задача прочитать стихотворение посвященная великой отечественной войне или косвенно с ней связано и прочитать его достойно талантливо ну нас проявить патриотизм так а что лишь проявить патриотизм мне всегда интересно это сочетание что проявить патриотизм но патриотизм это что любовь к родине то любовь к родине может проявляться по-разному том числе и в творческом плане конечно а какую работу вы выбрали какое стихотворение и почему именно это стихотворение я очень люблю поэтессу юлию друлину дронину юлия и конечно не обошлось без ее стихотворения в основном она пишет на военную тематику поэтому да ее стихи находят место моем сердце понятно то есть женская ну да 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 женщины на войне там очень много трогательных ну друнина да это конечно безусловно падись такой поэтической что информация бы так это назвал потому что есть конечно же есть кстати женские стихи есть мужские стихи а есть вот просто стихе вот как считаете друнина это женские стихи или это стихи которую не имеют ну скажем так пола это женского женские стихи женские стихи ее ощущения и и переживания войны вы ей довиняете что очень важно как к любому творческому человеку до довериться понять что это твой поэт твоя поэтесса что ну конечно свое состояние конечно конечно ну я так хочу тут подключить к разговору преподавателя русского языка и литературы или валена скажите вы предложили или вам предложили по сотрудничать или вы все вместе как-то решили ведь тут я так понимаю что есть же составляющая творческая это прочесть правильно с точки зрения подачи да вот душа чувства патриотизм вторая сторона это выбрать то произведение которое с точки зрения языка и литературы правильно расставлены ударения смысловые слова и так далее как процесс происходил у нас очень много конкурсов проходит и 9 мая это всегда как бы наше повышенное внимание ко всем конкурсам которые проходят к этой замечательной дате и на предложили до управление образованием нам прислала такую возможность что мы можем поучаствовать и зная что у нас есть талантливые дети конечно же в первую очередь обратилась к насти которая у нас очень творческая девочка и с детства мы участвуем в разных конкурсах и поэтому как бы первое что мне пришло в голову это естественно будет настя и выбор стихотворения как бы произведение автора я оставил за ней вот неужели не предложили там хотя бы пятерку десятку нет и выбор был определенный как бы да но единственно что им хотела я услышать от нее это чтобы это не было и школьной программы вот потому что ну как-то хочется и кругозор увидите и неизбитые стихотворение табуретки не было табуреточку становится и чтобы это не повторилось у многих детей то есть хотелось какое-то креативное решение до чтобы и и действительно ее выбор меня порадовал потому что мне тоже очень близко это поэтесса и когда она мне сказал что она выбрала именно это стихотворение вот мы с ней вот в одну сторону посмотрели что этого действительно был хороший выбор ну это как она читает проникновенно то как она это пропускает через себя первое что она мне прислала эта запись голосовое сообщение как она прочла ну да сейчас это легко да и мы с ней в принципе вообще-то в режиме онлайн готовились к этому конкурсу но связи с нашей занятостью общей это не было так что мы где-то там репетировали часами что конкурс начинался до коронавирусной истории когда можно было и по репетировать и встретиться естественно это стихотворение сегодня прозвучит но я думаю что будет правильно что если она прозвучат прозвучит уже к финалу пусть какая-то интрига у нас пар продлится вот и чтобы анастасия тоже морально при приготовилась как всей нашей студийной работе но с точки зрения опять же сейчас вопрос преподавателю опять же есть два подхода есть правильность точки зрения до преподавателя русского языка и литературы а есть еще вот какая-то но театральная что ли до составляющие вот как вы здесь одно дело правильно прочесть стихотворение но без ошибок запятыми со знаками припинания не только запятыми одними значит правильно держать строку и так ну тут много всяких до факторов другое дело чтобы это все таки было ну самостоятельное произведение чтобы никто уже не сравнивал как да мы пушкина читаем все по крайней мере очень многие стихотворения первые четыре строки практически каждый может вспомнить а что дальше тоже никто не помню вот но все как-то немножко одинаково вот как здесь вы работали это был какой процесс скорее процесс учителя и ученицы и для это все-таки был творческий процесс знаете я наверно может быть обращусь к прошлому и я думаю настя меня поддержит этот процесс длится много лет так вот лишь к этому и виду давай вот и наши уроки скажем так который проходит именно в этом классе у нас много творческих ребят настя у нас не одна у нас есть очень читающие дети у нас два человека будут поступать в этом году на актерское мастерство мы об этом поговорим вот и соответственно это длится много лет эта работа она ни одного часа ни одной недели и поэтому нам наверное было легко потому что наши некоторые уроки они превращаются даже в концерты мы читаем дети нам аплодируют у нас все это получается ну это здорово потому что вы знаете у меня например было по-другому я тогда еще не предполагал что тоже как-то в жизни свяжет с работы средств массовой информации там с театральным будущем и так далее вот я помню что особенно в начале школьной деятельности вот это зазубривание стихотворения это было просто какая-то катастрофа и только вот концу кстати школы начало где-то проясняться какие-то стихи чего там и так тогда еще что-то было запрещено чем была своя прелесть определенная анастасия скажите пожалуйста чему вас потянуло в эту творческую сторону насколько я знаю вы планируете даже поступать в театральной да есть такое желание да да я хочу связать свою жизнь театр актриса с искусством да да причем кино меня не так влечет как театр но кино это как способ зарабатывания денег и известно очень известности а театр это работа до первую очередь душевная я считаю работа как я пришла к этому с детства не знаю я всегда у вас по математике какие оценки то есть вы гуманитарий как это сейчас принято говорить но здесь очень такой важный момент я смотрю так тоже при преподаю вузе ну преподаю журналистские направления там тоже очень четко люди делятся на две составляющие на свободно мыслящих людей которые вот творчески до который по-своему вот очень я важно отметить что одно дело найти стихотворение другое дело в него вжиться и третье дело через себя пропустить тут столько очень много сложностей почему потому что праздников как говорится не так у нас много таких солидных как 9 мая и не так много конкурсов которые действительно не просто для галочки делаются где хочется ну чтобы вот чтобы знать как слеза пошла причем людей молодых и у людей которые ну к сожалению ветеран уходят у нас с жизни да и это очень важно поэтому не такой вопрос анастасия вот ваши коллеги не только в гимн по гимназии но вы же где-то я знаю просто людей которые читают стихи и которым нравится читать стихи они обязательно это делают просто так в компании вот как относятся ваши друзья подруги к тому что вы читаете как понимают как они относятся к моему прочтению вообще да они считают что я талантливая талант мои ближние вы много читаете стиху или только вот специально подготовлю планет много читаю стихов а и пишу стихи мне близко это вы пишете стихи то есть мы можем сегодня еще услышать и ваши стихотворения если если посекретничать до нее за посекретничать хорошо тогда вторую часть мы посмотрим посуда вторую часть тогда мы начнем с небольшого вашего произведения тогда будет логично завершим уже будет стихотворением которое вы отправляли на конкурс кстати итоге еще не подведены итоге конкурса да нет а что говорят когда будет ну я так понимаю сначала планировал сюда обычный офлайн режим Ну, то есть съезд людей, подарки, награды, а сейчас это все как-то переносится, да, на какое-то время? Ну, видимо, да. Или он в онлайновом режиме будет происходить? Что вам сообщают? Нам сообщали, что это в режиме онлайн-конкурс, и он как бы прошел, но итоги нам пока неизвестно. Понятно, хорошо. Ну, напомню вам, что во второй части, я уже так забрасываю удочку, будет два стихотворения. Первое стихотворение, которое мы узнаем и услышим. Вообще, поэтесса такая редкость сейчас, на мой взгляд. С одной стороны, вроде бы, они появляются, там, заходишь на сайт какой-нибудь стихи.ру, там столько стихотворений, столько поэтов, но и очень много рифмоплётов, как это называется. Вот, поэтому это тоже очень ответственная история. И в финале, во второй части нашей программы, мы услышим то самое произведение, которое было записано специально для детского творческого конкурса «Голоса войны», и ещё о котором я расскажу в начале второй части нашей программы «Открытый диалог». Итак, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко, и мы продолжаем с вами интервью, которое нам сегодня любезно согласились сдать. Ирина Валерьевна Хусточкина, преподаватель русского языка и литературы гимназии 56, и ученица этой же гимназии Анастасия Ермакова, которая является пока ещё участником конкурса, потому что итоги не подведены, детского творческого конкурса «Голоса войны», а Ирина Валерьевна, как сейчас принято говорить, тренер проекта. Мы выяснили, что Анастасия Ермакова у нас является поэтессой. Это громко сказано. Да. Ну, а кто знает. Вы обещали нам стихотворение хотя бы несколько строк. Кстати, как называется это произведение? Не называется. Без названия. Давайте. Я о вас написала бы тысячу слов, только знаю, что вы не прочтёте. Вы ночами являетесь в каждом из снов. Голос ваш слышу я в каждой ноте. В тишине мне мерещатся ваши шаги, мне всё кажется, вы где-то рядом. Может, мы с вами, друг мой, даже враги, ибо вы для меня стали ядом. Угу. Ну да, стихотворение. Ну, для старшеклассницы, да. Очень хорошо так похоже. Ну, а вот, Анастасия, могу ли я сказать, что влияние вашего преподавателя, который находится с вами, оно присутствует? Это очень важная история, когда люди, первые учителя самых разных. Кому-то математика, кому-то, кстати, физкультура, а кому-то русский язык литература. Конечно, конечно. Вообще, мой любимый предмет из школьной жизни – это русский язык и литература. И я думаю, если бы у меня был другой учитель, а не Ирина Валерьевна, то я бы так не полюбила этот предмет. Так что влияние есть, конечно. Оно с детства, с класса пятого. То есть вдруг вот полюбили русский язык и литературу? Да. Ирина Валерьевна, я, опять же, как преподаватель сталкиваюсь в последнее время с грамотностью. То есть я уж не особо грамотный-то был всегда, потому что я начинал-то как раз как математик. Но иногда есть такое ощущение, что люди очень чётко делятся на тех, кто воспринимает русский язык и литературу как нечто большее, чем просто предмет. А есть люди, которые пользуются, ну как вот, чтобы уметь разговаривать. Вот насколько вы, как преподаватель, сегодня пытаетесь преподнести ваш предмет с творческой точки зрения? Потому что, чтобы рука у ученика сама потянулась к войне и миру, или к там, не прийди, Господи, к Достоевскому, хотя, конечно, многие сомневаются, стоит ли в 10-11 классе Достоевского читать, может быть, лет в 30. Вот что надо для этого сделать? Я почему такой вопрос адресую? Потому что, на мой взгляд, всё начинается с преподавателя, от того, как он преподнесёт свою науку. Вы знаете, здесь вопрос достаточно сложный, потому что дети разные. И всё-таки я считаю, в первую очередь, наверное, не с преподавателя начинается эта тяга, это начинается из семьи однозначно, это начинается от родителей. То есть в каких-то семьях есть книги, читающие родители, мам, папа, бабушки, дедушки, есть традиции читать. И, соответственно, ребёнок уже имеет какую-то генетическую, мне кажется, предрасположенность к тому, чтобы читать и интересоваться литературой. Но и сейчас сложно, конечно, привить любовь к классике нашей, да, очень много информации у детей, они, в общем-то, не любят читать. Но мы стараемся. Нам в помощь сейчас приходят и современные гаджеты, и аудиокниги. Ну, в связи с загруженностью, может быть, некоторый, всегда легче наушник в ушко. И слушаем какой-то того же Достоевского, допустим. Хотя вы вот напрасно так о нём отзываетесь. Я вот Достоевского в шестом классе прочитала. Ни в коем случае. Дело в том, что я тоже кое-что прочитал, ну, правда, не в шестом, но основные такие вещи. И, кстати, есть книги не только Достоевских, которые до сих пор трудно читаемы. Вот я со многими, кстати, людьми общался, что бывают книги в жизни человека, вот он доходит до середины, и дальше никак. Такое тоже бывает. Просто вопрос в чём? Вот вы говорите, вы используете разные способы, да, аудио и так далее. Потому что когда сухость в предмете, это одна история, а когда с разных точек зрения преподносится, мне кажется, совсем иная история. Потому что вот если, и мы надеемся, что это произойдёт, несмотря на все коронавирусные истории, Анастасия поступит в один из двух, в крайнем случае, из пяти театральных вузов, и я думаю, что частица её успеха была заложена в том числе и вами. Я буду очень гордиться. А как вы считаете, с грамотностью сейчас что происходит? Я так пользуюсь случаем. С грамотностью происходит всё это взаимосвязано. Человек, когда он читает, он автоматически, наш мозг так устроен, что-то запоминает, что-то остаётся. Ну и малочитающие дети, они, как правило, и безграмотные. Ребёнок читающий, он всегда будет писать правильно. То есть одно дело научить и вдолбить, выучить правила, с чем я сейчас сталкиваюсь неоднократно. Правила мы знаем, но писать мы не умеем. И я считаю, ну как бы мой взгляд такой, педагога, что это связано как раз с низким уровнем чтения, с низким объёмом чтения. Вы сказали фантастическую фразу, на мой взгляд. Когда в семье есть книги, то есть есть семьи, где нет книг. Поэтому бейся, не бейся. А если книг есть, то не к чему ракета потянется. А там, где есть, потянется, безусловно. Вот мне ещё такой важный момент, я хочу обратить внимание, и, наверное, спасибо гимназии, которая творчески вкладывается в своих учеников, в том, что важно же не только прочесть стихотворение, выучить его, то, о чём я уже говорил, а важно его понять. И вот для будущей профессии Анастасия, я думаю, будет добиваться этого. В жизни-то всяко бывает, но чувствуется, что сама пишет стихи и будет добиваться этого. Главное – понять поэта. И, может быть, даже, знаете, как некоторые поэты, и авторы, кстати, книг, в том числе, кстати, и фильмов режиссёры, вот покажут фильм, сидят и ждут, что же скажет критика, что скажет пресса, что скажут зрители вот этих предварительных просмотров. Иногда после того, как всё обсуждение происходит, режиссёр выходит и говорит, но я не представлял, что я такой гениальный фильм снял. Я даже не думал, что вы тут увидите это, это и это. Поэтому, в общем-то, каждое стихотворение, читаемое со сцены, это уже произведение не только автора, но и чтеца. И вот тут у меня такой вопрос. Вы подсматривали за кем-то из тех, кто читает стихи? Нет. Вот сама? Сама. Как чувствую? Дело в том, что сейчас очень становится популярным чтение стихов. И вообще профессия чтеца возвращается. На мой взгляд, конечно, это не в том виде, в котором мы были в 60-е годы прошлого века, такая оттепель, когда все читали стихи, и считалось, что это какая-то совершенно такая история не для всех, тем не менее, читали все. Вот когда вы читаете стихи людям, которые далеки от этого, что вы видите, какие у них эмоции в глазах, как вы их чувствуете? Которые далеки от стихов? Ну да. Вот как убедить человека, что это клёво? Одно дело, когда все смотрят, и, боже мой, как прекрасно. А ведь ещё надо кого-то на свою сторону перетащить. Не знаю. Для актёрской профессии это хорошо. Не знаю, я с таким не сталкивалась, поэтому не могу ответить на это. Значит, у вас хорошая компания. Класс аплодирует. Класс аплодирует. Класс аплодирует. Понятно. Как происходила подготовка? Вот вы выбрали поэтессу, всё. Долго читали, какие-то искали, как работа шла над стихотворением? Или вот просто начитка, 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 и в итоге вы вышли на правильную форму? Да, да. Ну, главное почувствовать, главное вдуматься, что происходит в стихотворении, какие эмоции. И всё. Мне не очень сложно это даётся. Ну, остаётся нам сейчас тогда услышать это стихотворение. Я представляю вам Анастасию Ермакова, участницу детского творческого конкурса «Голоса войны». Глаза бойца слезами налиты. Лежит он напружиненный и белый. А я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смелым. Одним движением. Так учили нас. Одним движением. Только в этом жалость. Но, встретившись со взглядом страшной класс, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекислила, стараясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зла и повторяла «Горе мне с тобою». Так с каждым церемонится беда, да ему лишь прибавляешь муки. Но раненые метели всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла. Поймешь и ты, как жалко, что науке доброты нельзя по книжкам научиться в школе. Я думаю, что сейчас все аплодируют. Ну, в общем-то, это не только прочтение стихотворения, но это и такой очень хороший задел для вашей будущей, надеюсь, театральной работы. Чувствуется. Что-то есть. Есть, безусловно. Вот. Ирина Валерьевна, прям аж заплакала, я смотрю. Я всегда плачу. Она всегда плачет. Понятно. Это правда. Последний вопрос. Сначала, Ирина Валерьевна, вам. Что для вас такое День Победы? Сегодня, в эти дни. День Победы. Это великая дата, которую и моей семье это касается, естественно, потому что мой дед воевал и был ранен. И мы сейчас с сыном тоже участвуем в таком флэшмобе, который проходит у нас в гимназии. Мы готовим шествие «Бессмертный полк онлайн». Мы записываем видео дома, рассказывая о своих близких, которые... В первую очередь, конечно, семейный праздник. И мы всегда его отмечаем дома, с семьей. И всегда смотрим парад. И каким-то образом стараемся вспомнить всех наших близких. К сожалению, уже нет в живых никого у нас, наших прадедов, родедов. Вот. Ну и во вторую очередь, это наша гордость. Это гордость и патриотизм, и великое чувство. И я думаю, что дети, которые вот... Ну, мои личные, даже дети мои, которые смотрят нами этот парад. И мы всегда гордимся, величием и мощью нашей страны, нашей военной техникой, нашими самолетами. Ну, тем более, что в этом году, правда, парад перенесли, но самолеты будут летать. Самолеты будут летать. Мы будем смотреть обязательно. Анастасия, а для вас? Для меня это день памяти, в первую очередь. Дух России я чувствую в этот праздник. И хочу сказать, что это действительно мой любимый праздник из всех, что есть. Просто я не могу это объяснить. Он теплится где-то в душе, опять-таки, и вызывает во мне очень теплые эмоции и ощущения. Ну, я думаю, что к этим эмоциям добавится еще одна эмоция. Знаете, когда люди поступают в тот или иной вуз, в высшую учебное заведение, то там же не только басню надо прочесть, не только, может быть, в пляс пуститься, я уж не знаю, какие там будут стоять задачи и так далее. Но такое еще понятие, как мы сегодня говорим, портфолио. И мне очень приятно, что в этом портфолио добавится еще одна награда победителя детского творческого конкурса «Голоса войны». Это уже произошло. У нас эта информация есть. С чем я вас поздравляю прямо сейчас в прямом эфире. Да, вы стали победителем. И я думаю, что то, с каким чувством вы читали это стихотворение, это очень достойная история. И вот для всего, для понимания, то, о чем я вас спрашивал сейчас в финале, важно знать, что когда стихотворение погружает тебя в эту историю, в эту атмосферу. Поэтому с победой вас! Спасибо. С победой в конкурсе, детском творческом конкурсе «Голоса войны». У нас в студии были Ирина Валерьевна Хусточкина, преподатель русского языка и литературы, гимназия 56. Вас также с победой, потому что это же как тренер, безусловно. Ну и Анастасия, вперед дальше и ждем книгу стихов. Спасибо. Отчувствия снялся. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пимненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова